Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша тема – вирусные гепатиты B и C. Насколько опасна болезнь? Гепатиты B и C – это вирусные заболевания, хронизация которых иногда приводит к циррозу и даже раку печени. Иногда человек даже годами не замечает, что у него в организме находится этот вирус. И сегодня у нас в студии врач-инфекционист, заведующая гипотологическим центром Центральной городской клинической больницы, речник Валерия Николаевна. И мой первый вопрос такой – гепатит B и C. Что это такое? Гепатит называют хроническое воспаление печени. И если мы говорим именно о вирусных заболеваниях, то, конечно, наибольшее значение здесь имеют вирусы гепатита B и C, которые в структуре хронических вирусных гепатитов вставляют до 95% всех случаев заболеваний. Этот процесс протекает годами и даже десятилетиями. И зачастую, как вы правильно отметили, пациенты, к сожалению, не знают о том, что они страдают данным заболеванием. Но, тем не менее, эти заболевания имеют достаточно серьезные последствия в виде формирования со временем цирроза печени и даже гепатоцеллюлярной карциномы, то есть рака печени. А почему вообще называют гепатит C нежный, ласковый убийца? Дело в том, что зачастую, когда пациенты заражаются гепатитом C, они минуют острую фазу заболевания, то есть когда пациент может почувствовать выраженные симптомы этого процесса, то есть желтуху, тяжесть в правом подреберье, слабость. Да, то есть то, что характерно для этого заболевания. И, к сожалению, очень часто, минуя эту фазу, пациенты сразу переходят в хроническую стадию заболевания, когда их годами ничего не беспокоит абсолютно. Либо они сваливают свои симптомы на какие-то другие причины, то есть кто из нас не ощущает общую слабость, утомляемость быструю, периодическое какое-то снижение аппетита и так далее. И поэтому зачастую это заболевание выявляется случайно при профилактических осмотрах, при подготовке к оперативным вмешательствам по поводу каких-то проблем. И, к сожалению, симптомы заболевания могут начать беспокоить пациента уже на далеко зашедших стадиях болезни, тогда, когда нам уже сложно чем-либо ему помочь. То есть уже идет декомпенсация процесса? То есть уже процесс переходит в цирроз печени, да, и, как мы сказали, может даже развиться рак печени. Валерия Николаевна, а в чем отличие гепатита B и C, просто простыми словами, если сказать? Ну, у них есть очень много сходных черт, то есть это оба гемоконтактные гепатиты, которые передаются через кровь. То есть мы уже говорим сейчас о путях передачи. Да, да, совершенно верно. Они передаются через кровь половым путем, могут передаваться при беременности от матери к плоду. Оба эти гепатита могут иметь хронические формы. Но если мы говорим о гепатите B, то если предположить, что заразилось 100 пациентов, из них у 95% больных будет спонтанное выздоровление без противовирусной терапии. И только 5% пациентов перейдут в хроническую форму заболевания. А вот если мы коснемся гепатита C, то здесь совершенно иная ситуация. Только 20% пациентов могут рассчитывать на полное выздоровление без противовирусной терапии. То есть каждый пятый только, да, получается? Да. А 80%, к сожалению, перейдут в хроническую форму. А что будет, если не лечить гепатит? Ну, и B, и C. Не лечить, если человек без лечения. Чем это грозит? Ну, мы уже сказали основные такие осложнения. Но, может быть, еще повторим, чтобы телезрители услышали. Да, гепатиты опасны своими серьезными осложнениями. В первую очередь, это цирроз печени. Я думаю, что этот термин известен всем нашим слушателям. Здесь могут быть жизнеугрожающие состояния, такие как кровотечение, например, из варикозно расширенных вен пищевода. Второе, на втором месте стоит формирование гепатоцеллюлярной карциномы. Поэтому предотвращение инфицирования вирусами гепатита B и C приводит к тому, что мы, по сути, предотвращаем развитие рака в своем организме. Ну, и синдром портальной гипертензии тоже злокачественный такой. Да, безусловно. Это проявление цирроза печени, когда у пациента накапливается жидкость в брюшной полости, имеются большие отеки на ногах, и это состояние очень трудно компенсировать. Ну, и, соответственно, мой следующий вопрос, конечно, он такой. Куда нужно обратиться человеку, если у него заподозренный гепатит B или C? Ну, в первую очередь, как правило, пациенты обращаются к участковым терапевтам, которые при наличии каких-то жалоб, характерных для данного заболевания, могут направить пациента на скрининговую диагностику. То есть пациент сдает анализ крови на наличие антител к гепатиту C и на HBS-антиген, что говорит о наличии HBV-инфекции. После этого в случае положительных анализов пациента уже направят к профильному специалисту, то есть к инфекционисту в поликлинике по месту жительства. И затем, если случай сложный и требует дополнительного обследования, его направляют в гипотологический центр, где мы уже уточняем диагноз и определяем дальнейшую тактику ведения данного больного. То есть получается врач-терапевт, следующее звено – это врач-инфекционист, тоже в поликлинике по месту жительства. А дальше уже решается вопрос, заполняется лист консультанта к профильному специалисту, и человек совершенно бесплатно идет на эту консультацию по полису ОМС. Это очень хорошо. Скажи, пожалуйста, какие государственные программы действуют именно по лечению вирусного гепатита В и С? Могу с гордостью сказать, что наша область одна из первых включилась в программу бесплатного лечения хронического вирусного гепатита С. Так уже с конца 2016 года мы на базе центральной городской больницы и ряда других дневных стационаров проводим специфическую противовирусную терапию гепатита С. Причем за последние годы это лечение претерпело, скажем так, значительные изменения. Если вы посмотрите в интернете, почитаете литературу, например, увидите отзывы пациентов, которые лечились несколько лет назад, вы увидите, сколько жалоб было у пациентов на фоне проведения противовирусной терапии, потому что действительно это было очень тяжелое лечение, которое порой сравнивают с проведением химиотерапии раковым пациентам. Но с 2015 года в Российской Федерации впервые были зарегистрированы препараты прямого противовирусного действия, которые обладают минимальным количеством побочных эффектов. Даже я могу сказать, что многие сравнивают их с приемом витаминов, то есть пьешь таблетки и ничего не ощущаешь негативного. И прием этих препаратов позволяет практически в 100% случаев вылечиться полностью от гепатита С, и все это происходит за временной промежуток от 8 до 12 недель. То есть 2-3 месяца лечения, и пациент полностью здоров. То есть человек полностью забывает даже, что у него гепатит С, и абсолютно он в строю, работает, трудится в семье. Совершенно не теряется трудоспособность на фоне этого лечения. Как я сказала, эффективность достигает почти 100%. Ну, к сожалению, как мы с вами говорили, эти заболевания характеризуются очень скудной и не специфической зачастую симптоматикой. Но тем не менее, если вас постоянно беспокоит общая слабость, быстрая утомляемость, необоснованное снижение аппетита, тяжесть, может быть, в правом подреберье после еды или независимо от еды, вам, конечно, стоит обратиться к врачу, который, я думаю, назначит вам однозначно обследование на гепатиты. Плюс, конечно, нужно иметь в виду образ жизни, который ведет пациент. Если он является потребителем внутривенных наркотиков, часто делает татуировки, пирсинги, имеет незащищенные половые контакты, в этом случае, конечно, показано тоже обследование периодическое на вирусные гепатиты. А если вот самотеком пошло заболевание, вот совершенно, да, человек 5, 10, как мы сказали, нежный, ласковый убийца, то есть человек абсолютно не ощущает, никак не проявляется, ну, слабость и слабость, да, там на работе перетомился или как там, да, еще какие-то стрессы может. И вот у него там десятилетиями проходит это, чем это вообще может в результате закончиться? Я хочу, чтобы мы даже, может быть, чуть-чуть напугали даже, да, людей, чтобы действительно они к своему здоровью пересмотрели отношения. Заболевания действительно могут на протяжении не только нескольких лет, но и десятилетий протекать бессимптомно. В итоге через 10-20 лет у 30% больных формируется, к сожалению, цирроз печени. Там выделяют тоже несколько стадий развития цирроза, есть стадии, на которых мы еще можем пролечить пациента, способные ему помочь, и есть, к сожалению, декомпенсированные стадии, когда уже поможет только трансплантация печени. Ну и второй момент – это развитие, как мы сказали, опухолевых заболеваний, рака печени. То есть онкологические заболевания печени, и когда уже даже выявление этого, да, к сожалению, наверное, уже результат такого не дает. Ну, к сожалению, на этой стадии, конечно, уже процент излечения крайне низкий. То есть получается, что все-таки всегда нужно первопричину убирать, да? Безусловно, безусловно, потому что вирусы гепатита B и C стоят практически на первом месте в качестве причины гепатоцеллюлярной карциномы. А давайте еще так вот, ну, может быть, своими словами, коротко как-то вот расскажем, что происходит при попадании вируса в кровь, вот вообще какие процессы происходят в организме, вот непосредственно, вот попал вирус в организм человека. И что дальше запускается, какие механизмы, как это все протекает, как запускается механизм самого гепатита? Вирус попадает в кровь, затем он проникает в клетки печени, там активно размножается. В случае, если это вирус гепатита B, мы говорили, он достаточно часто дает острую форму заболевания, то есть когда пациента сначала беспокоят небольшое повышение температуры, общая интоксикация, которая проявляется в виде боли в суставах, слабости, утомляемости, отсутствия аппетита. Затем пациент замечает потемнение мочи, появляется желтушность склер, желтушность кожи, кожный зуд, может быть. В этих случаях, как правило, пациенты, конечно, это не оставляют без внимания и обращаются своевременно к врачу. Вирус, длительно находясь в организме, постепенно разрушает клетки печени. И на их месте разрастается так называемая фиброзная ткань. Это не рак, вроде бы не опасно для организма. Но, к сожалению, эта ткань не может выполнять тех функций, которые в норме выполняет у нас в организме печень. К счастью, сейчас есть возможность неинвазивной диагностики степени фиброза. То есть, насколько много этой фиброзной ткани разрослось в печени. Для этого существуют такие аппараты, как эластограф и фиброскан. И у наших пациентов в городе есть возможность пройти данные обследования. Есть ли профилактика этих заболеваний? Да, к счастью, для гепатита B существует вакцинация, которая обеспечивает защиту от инфицирования в 98-100% случаев. Эта вакцина применяется по всему миру. Сейчас, в настоящий момент, уже использовано более 1 миллиарда доз вакцины. Она показала свою высокую эффективность. Очень хорошую переносимость. Практически нет каких-то тяжелых, серьезных, нежелательных побочных явлений. И очень хорошая степень защиты. Поэтому сейчас всем новорожденным уже в роддоме предлагают сразу пройти вакцинацию от данного заболевания. Таким образом, вы защитите себя и своих близких, можно сказать, практически на всю жизнь от данного заболевания. От гепатита C, к сожалению, нет пока такой профилактики и возможности вакцинироваться. Хотя работы в этом направлении ведутся. Поэтому здесь нужно просто соблюдать определенные правила. То есть, пользоваться личными только колющими, режущими инструментами. Быть осторожным при посещении общественных парикмахерских, тату-салонов. Где есть соприкосновения с кожными, нарушения целостности. Да, совершенно верно. Также, конечно, стоит периодически проходить обследование. В случае, если у вас были, допустим, переливания крови, оперативные вмешательства. После этого тоже следует пройти скрининг на вирусные гепатиты. Ну, из нашей всей беседы уже, я думаю, прозвучало много советов нашим телезрителям. Ну, что бы вы хотели еще пожелать от себя лично, от специалиста, как от заведующей именно гипотологическим центром, ведущей, одной из ведущих больниц нашего города, центральной городской клинической больницы, вот именно обратиться к телезрителям нашим? Ну, в первую очередь хочется пожелать здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А для того, чтобы быть здоровым, я думаю, нужно просто своевременно проходить диспансеризацию, медицинские осмотры, прислушиваться к советам, и также ни в коем случае не отказываться от вакцинации, от любых инфекционных заболеваний, которые вам рекомендует ваш врач. Спасибо большое. Вот такой сегодня содержательный разговор у нас получился. Я думаю, вы узнали сегодня очень много полезной информации. Я всем желаю здоровья, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин